Сергей Брасученко увлекся живописью не так давно, всего лишь пять лет назад. По словам художника, началось все случайно. Начал рисовать картину у себя дома на стене, причем большую, 6х3. Зародилась идея нарисовать огромный пейзаж. На создание этого шедевра у Сергея Брасученко ушло около полугода. Именно после этой работы художник решил заняться живописью. Сейчас Сергей Брасученко регулярно берет кисти, карандаши в руки и рисует. Кстати, эта персональная выставка для художника вторая по счету. Проходила здесь же. И по традиции меня пригласили еще один раз выставиться, что-то новое показать. Вот здесь половина картин новых, половина из того, что я рисовал ранее. Есть картины, которые я не выставляю, но они находятся у частных лиц в настоящий момент. Кому-то дарил. Один из представленных портретов на этой выставке – это портрет мамы художника. Мама у меня, Брасученко Мария Тимофеевна, она человек публичный достаточно, почетный гражданин города. И я решил нарисовать ее портрет, но не только портрет, какая она сейчас, портрет, какой она была. Какая она была молодой. Вот два портрета здесь представлены. Молодая там, около 40 лет ей была. И года три назад она вот вместе с поездом боевым снималась. Тоже по телевидению показали это. Сейчас художник-любитель на пенсии. В свое время освоил немало профессий и не останавливается на достигнутом. Пишет стихи и песни. Участник вокального коллектива Дома культуры Содружества – Кантабли. Лауреат последних трех лет конкурса авторской песни «Дмитровская горочка». Вот и живопись, судя по картинам, дается художнику-любителю хорошо. Все жанры хороши, все сюжеты хороши. Вот. И потом можно различными материалами писать. Можно маслом, можно акрилом. Кстати, здесь акрил и масло представлены. Можно пастелью. Вот. Ну, карандашом, ручкой, чем угодно. Я попробовал все. Мне больше всего нравится писать маслом. Он больше такой материал пластичный, которым можно работать не сразу. Если акрил, он быстро встает, им нужно как бы… Не поэкспериментируешь, надо рисовать сразу. На выставке можно увидеть и портреты, натюрморты, различные пейзажи на морские мотивы. Еще художник очень любит кататься на горных лыжах. Поэтому на выставке представлены и горные пейзажи. Среди этих картин можно увидеть просторы и нашего Дмитровского края. Например, Покровскую церковь в села Жестылева.